Я слышу, что каждый четвертый пациент, обращающийся к ортопеду, имеет проблемы артроза. Многие рекомендуют делать инъекции в сустав. Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доктор Алтай Джафаров. Алтай я знаю очень давно, даже 11 лет назад, когда я перенес очень тяжелую мотоаварию, у меня был многочисленный перелом, и Алтай был консультантом, другом, который был рядом и советовал, как быть, что делать. И благодаря этому я сегодня веду активный образ жизни, и многие проблемы остались позади. Не только поэтому, и по другим вопросам, касающимся ортопедии, я всегда советую с ним. Стоит ли делать эти уколы? Как правильно отметил Рамин, что примерно каждый четвертый, кто обращается к ортопеду с различной проблемой, это человек, у которого, к сожалению, остеоартрит или артроз по-народному стоит. Потому что во многих случаях при первой, второй и начале третьей степени остеоартрита или артроза мы начинаем с медикаментозного лечения, с консервативной терапии, с медикаментозного лечения. Это может быть прием различных препаратов, может быть термотерапия, холод или тепло. Это может быть физиотерапия, закачивание определенной группы мышц, лечебная физкультура. Конечно, одним из самых-самых обязательных пунктов при лечении остеоартрита – это сброс веса. И переходим сейчас к основной теме нашей сегодняшней беседы – это внутрисуставные инъекции. Конечно, внутрисуставные инъекции – это неотъемлемая часть консервативной терапии при лечении остеоартритов. Стоит делать. Когда делать инъекции и какие помогут пациенту? Идеальным является первая, вторая, начало третьей степени. Но что делать людям, у которых четвертая степень артроза и у которых есть определенные противопоказания? Они могут быть материальные, соматические, психические, они могут быть религиозные. Что делать людям с третьей, четвертой степенью остеоартроза? Помогут ли здесь внутрисуставные инъекции? Да, определенная помощь может быть. И это надо заранее обговорить с пациентом. Здесь может быть микс различных препаратов, физиотерапия, медикаментозное лечение. Как-то снимут боль и облегчат участь пациента. Стоит ли делать инъекции в сустав? Инъекции, внутрисуставные инъекции на сегодняшний день. Это препараты гиалуроновой кислоты, это гормональные препараты, обогащенная плазма, обогащенная тромбоцитами плазма. И на сегодняшний день популярны внутрисуставные инъекции стволовых клеток, полученные из жировой ткани и костного мозга. Но тут я должен оговориться, что ни одно серьезное исследование не доказало пользу стволовых клеток. Процедура достаточно простая, но, к сожалению, эффект от нее и пользы не доказан. Поэтому мы остановимся сегодня на гормональных препаратах, на гиалуроновой кислоте и на обогащенной тромбоцитовыми плазмами. Гиалуроновые препараты и гормональные мы применяем очень давно. Вскоре я отмечу 30-летний юбилей применения этих препаратов. Они эволюционируют вместе с традиционной медицинской наукой, становятся все более и более безопасными и действенными. Какие показания и противопоказания к тем или иным инъекциям? Противопоказания могут быть абсолютными, могут быть относительными. Абсолютным противопоказанием является наличие гнойного процесса, наличие инфекции в этой зоне. Относительным противопоказанием это может быть диабет, аллергические реакции, непереносимость того или другого препарата. Либо выраженная очень глубокая степень остеоартрита, неподвижный сустав, контрактуры. Это является противопоказанием для введения этих препаратов. Какие специалисты могут проводить эти процедуры? К сожалению, из-за доступности этих препаратов введением внутрисуставных инъекций занимаются многие врачи. Врачи многих профессий. Могут заниматься мануальные терапевты, физиотерапевты, смежные какие-то специалисты. Это могут быть спортивные врачи. Но я убежден, что этим должны заниматься только ортопедо-травматологи. Спросите, почему? Потому что люди, которые занимаются каждый день суставами, знают анатомию коленного сустава, знают дальше, что происходит, видели поврежденные суставы воочию, знают, где поможет тот или иной препарат, а где его введение будет совершенно бессмысленным. А в каких условиях можно проводить эти процедуры и в каких нельзя? Введение любого внутрисуставного препарата требует стерильных условий, правильной обработки рук, хирургического стационара, либо поликлиники, в которой есть доктора смежных специальностей. Потому что даже в маленьких процентах введение того или иного препарата может вызвать нежелательные реакции. Так вот, чтобы помочь людям с этими нежелательными реакциями, нужны соответствующие доктора и оборудование. Это может быть офис ортопеда, который оборудован специально под эти инъекции. Это может быть хирургическая поликлиника, это может быть хирургический стационар, где вам окажут соответствующие помощи. Спасибо тебе за информацию. Я думаю, что очень многим будет полезно получить эту информацию. И вы можете обратиться к доктору Алтаю, если вам нужны консультации или же эти же инъекции суставов.